Всем огромный привет! В этом видео у нас с вами будет сразу три идеи переделки из магазина FixPrice. Еще мы прогуляемся по самому магазину, посмотрим, что интересненького там появилось. Поделюсь, как всегда, с вами идеями, а еще покажу классные находки фамилии и покупки на Wildberries. Давайте начинаем. Предлагаю вместе прогуляться по магазину FixPrice, тем более, что здесь очень классные новинки. Первое, что вижу, это вот такой подсвечник стеклянный. Вы только посмотрите, какая форма. Сюда можно по сезону добавлять самые разнообразные наполнения. Это могут быть жемчужинки, сухоцветы, камешки, ракушки, что угодно. Очень классно. Я так понимаю, белая металлическая коллекция на подходе. И вот здесь, как раз в магазине, вижу такую сушилку. Слушайте, такая форма классная, выглядит эстетично. И я думаю, что займет свое достойное место в кухонном шкафу. Красота! Из новинок также появились вот такие вот заварнички. Честно говоря, учитывая цвет, сомневаюсь, что это керамика. Скорее всего, да, ломит. И, в общем-то, он не слишком тяжеленький. Так что я бы подумала перед покупкой. И да, таки нашла я скворечники. Слушайте, какая красота! Это же прям Пинтерест. Я один уже переделала. Купила я их чуть больше. И буду украшать дачу. Да, заметила здесь еще вот такую новинку. Это такие подставочки, как бы декоративные. Можно разместить на прикроватной тумбочке. Складывать сюда кольца, сережки, браслетики и так далее. Но, если честно, я бы точно перекрасила полностью. Мне не нравится это желтушное золото. Как-то оно выглядит, я бы сказала, больше напоминает детскую какую-то игрушку. Очень люблю вот эти свечи. И вот этот аромат особенно рекомендую. Реально дорого, вкусно пахнет. Прям здоровский. Цена 255 рублей. И еще заметила вот такие вот наборы. Здесь два флакона ароматической жидкости. Я так поняла, есть только запах вот такой. Других нет. Здесь как бы там и сандал, и миндаль, и виноград. Ну, в общем, такой микс. К сожалению, аромат не удалось послушать. Так что ничего не могу сказать. Повторный завоз вот таких вот декораций. Как были они некачественные, так и остались. К сожалению, поэтому при покупке рекомендую рассматривать внимательно. Ну и, в общем-то, если и покупать, то только для того, чтобы потом, наверное, использовать вот содержимое в каких-то других композициях. Потому что цены, конечно, растут. Мне гораздо больше понравилась вот эта композиция. И одну такую я унесла с собой. Потому что, ну, прям классные. Реально выглядят как-то как живые, что ли, почти. Вот. Ну, чуть подороже, конечно, они предыдущей композиции. Но смотрятся более стильно, я бы сказала. И вот такой стиль фармхаус. Круто. Про вазу кувшин я уже рассказывала. А вот кашпо прям советую к покупке. Они круто будут смотреться даже на кухне, на открытые полки. И особенно классно их применять под какие-то столовые приборы. Ну, а эту подставку, подложку, конечно же, я купила и уже даже переделала. Сегодня в этом ролике я покажу, как можно ее доработать и применять и в декоре кухни, и функционально. Я думаю, получится здорово. Нашла вот такой вот салатник. Это еще зимняя коллекция. Во многих магазинах до сих пор не распродана. И вот принт со звездочками. Прям так отлично смотрится. Увидела вот такой поднос сервировочный. Мне кажется, раньше его не было. Правда, цену искала и так и не нашла. Если кто-то знает, поделитесь, пожалуйста. Здесь что-то никакой информации абсолютно нет. Периодически показываю вам мои покупки на разных маркетплейсах. Это и Wildberries, и Ozone, и даже Яндекс.Маркет. И каждый раз, когда я показываю вам БАДы, мне прилетает куча вопросов. Зачем вы их покупаете? Можно же просто полезно питаться. Ходить в спортзал и так далее. Это все очень, конечно, хорошие советы. Но поверьте мне, когда вы мама с двумя детьми, и вы работаете, и помимо всего прочего, ведете 4 канала, времени остается крайне мало. Помимо всего прочего, я давно себе честно призналась, что мой ежедневный рацион питания, к сожалению, недостаточно включает в себя полезные вещества. Более того, если говорить о том, что у каждого человека есть особенности организма, в частности, у меня, например, недостаток железа. Если не восполнять эти дефициты, то, естественно, это рано или поздно приведет к серьезным заболеваниям. Я уже несколько лет принимаю железо в виде БАДов. И только в этом случае я спасаюсь, собственно говоря, и в межсезонье, и вообще, потому что иначе это анемия, это упадок сил, это усталость постоянная. Чтобы этого не было, нужно контролировать свое здоровье. Естественно, я регулярно сдаю анализы, я обследуюсь у врача, и любой прием препаратов, будь то даже БАДов, всегда стараюсь согласовать. Сегодня я хочу вам показать опять некоторые мои покупки. Я решила восполнить недостаток некоторых, скажем так, компонентов, которые важны. И в данном случае я очень люблю красную рыбу, я обожаю форель, семгу, но регулярно все это, конечно, потреблять становится очень дорого. В этом случае нам на помощь что приходят? Вот такие вот добавочки. Я давно уже доверяю БАДам вот этого вот бренда, я покажу вам сейчас поближе. Я уже много раз вам показывала в моих покупках ранее. И янтарную кислоту я заказывала от вот этого бренда, очень понравился результат, я довольна, и буду еще повторять. И пиколинат хрома заказывала, тоже качество отличное, я довольна результатом, и поэтому вот бренду очень-очень доверяю. Сейчас покажу, что заказала. Во-первых, коллаген морской от GLS Pharmaceuticals, надеюсь, я правильно произошел, я заказываю уже не первый раз. Это третья банка, и не случайно заказываю именно морской, потому что коллаген в целом полезен для организма, он передает тканям упругость, эластичность, и с возрастом вы знаете, что выработка коллагена уменьшается, поэтому нужно обязательно его восполнять. Коллаген, полученный из рыбы, легче всего усваивается, и, конечно, является основным типом коллагена во всем организме. Кроме того, это антиоксидантное воздействие на организм. Еще заказала магниацитрат. О пользе магния для организма, я думаю, знают все. Это важнейший антистрессовый элемент для организма. Очень положительно влияет на эмоциональное состояние, ну и позволяет легче справляться со стрессами. А еще прекрасно нормализует сон. Ну и, конечно, омега-3. Это очень важный компонент для организма, который прежде всего поддерживает эластичность сосудов, ну и, конечно, здоровье сердечно-сосудистой системы. А еще обладает антиоксидантным действием и способствует замедлению процесса старения. С удовольствием поделюсь с вами ссылками, ищите их в описании под этим видео. В магазине FixPrice появилась классная новинка. Это подставка-подложка, выполненная из бамбука. Ее цена 124 рубля, внутренний диаметр 11 сантиметров. И я решила ее немного переделать. Для этого возьму вот такой вот салатник из боро-силикатного стекла. Он сейчас продается в магазине FixPrice. Цена его 149 рублей. Есть разные принты на поверхности салатника. Я выбрала с такими маленькими звездочками. Смотрите, он идеально по внутреннему диаметру подходит под эту подставку. Если сюда добавить вот так сверху какую-нибудь ручку, то у нас получится полноценный клош, что я, собственно говоря, и планирую сделать. Ручку я закреплю при помощи холодной сварки. Она продается в любом строительном магазине. И у меня получится вот такая вот конструкция. Уже купила клей. Вот так он выглядит. И если всю эту конструкцию поставить на деревянный подсвечник, у вас получится полноценный классный клош. Мне очень нравится эта идея. Так и заказала я себе деревянный подсвечник. Ну, а этот приклеила при помощи клея столяр вот к этой основе. Естественно, предварительно я ее покрыла маслом гаппа в оттенке 0015. И вот эту верхнюю крышечку. Сейчас уже конструкция полностью готова к эксплуатации. Можно ее наполнить конфетками, печеньками. А мне просто нравится, как она выглядит на открытой полке. К тому же, я планирую использовать в пасхальной серверовке. Еще на Вайлберрис заказала упаковку плотных салфеток. Они подходят для уборки на каждый день. Выполнены они из нетканого такого материала. По составу это 80% целлюлоза и 20% полипропилен. Необычный состав, правда? Это не то же самое, что обычные вискозные салфетки там в рулонах. Посмотрите, насколько они плотные. Они потрясающе впитывают влагу. Размер одной салфетки, когда вы отрываете, достаточно большой. Это удобно. Я попробовала протирать зеркала. У нас они вечно заляпанные. Дети маленькие. Это всегда проблема, я думаю, когда в доме есть ребятишки. И результат никаких разводов. Я так удивилась. Эти салфетки реально очень классно протирают все стеклянные поверхности в доме. Ну и зеркала, как видите, в идеальном состоянии после уборки. Еще мне понравилось, что эти салфетки после того, как сделаю уборку, промокну. И в общем-то после отжима они вообще не теряют форму. Они остаются такие же, как и были до. Плотные, классные. Так понравились по качеству. Слушайте, вообще обалденные. Я пробовала также протирать пыль, как и обычными другими салфетками. Но вот эти отличаются тем, что они абсолютно безворсовые. В отличие от вискозных. Этими салфетками можно протирать технику. Не остается никаких разводов. Абсолютно матовая чистая поверхность. Результат просто шикарный. Конечно, благодаря тому, что салфетка очень плотная. Она особо прочная. Ну и потому долговечная. Можно несколько раз применять. Споласкивать в воде. И в общем-то это очень удобно. Она подходит реально для всех поверхностей в доме. Я ее опробовала и когда мыла двери, в общем-то протирала все выключатели. Отлично. Я просто буду заказывать однозначно. И ссылкой поделюсь. Ищите ее в описании под видео. Сейчас очень выгодная цена. В магазине FixPrice в отделе для сада и огорода продаются вот такие скворечники. На самом деле есть три разновидности. Цена их сейчас 174 рубля. Они вышли на распродажу. И мне все нравится за исключением маленьких вот этих вот деталей выступающих. Это крепление. Я решила их полностью убрать. При помощи плоскогубцев, наждачной бумаги я убрала все лишнее. А дальше по контуру полностью проклеила этот скворечник. Иначе, конечно, конструкция просто развалится. Вот такой вот клей-столяр. Он с ПВА в составе. Быстро все склеивает. Отлично. Будет все держаться крепко. Кстати, эффект будет и водостойкий в том числе. Этот скворечник в дальнейшем я планирую использовать как декор на даче. Он будет на улице. Соответственно, мне бы хотелось, чтобы все это не развалилось. Поэтому нужно все прочно проклеить. И, конечно, обработать все покрыть. Когда я склеила скворечник, поняла, что мне не нравится, как на лицевой стороне выглядят все следы откреплений. И я решила из обрезков, которые здесь остаются, вот формочка, когда вы полностью все детали выдавливаете, у вас остаются такие вот обрезки. Я решила из этих же обрезков собрать сюда вот такую вот рамочку. Это несложно. Достаточно подобрать подходящие по длине детальки. Дальше все это подрезаем, подпиливаем аккуратненько. И, в общем-то, приклеиваем на все тот же клей-столяр. Аккуратно все это клеится. Лучше излишки клея сразу убирать. Потому что, если дальше вы планируете покрывать маслом, то, скорее всего, все это будет видно. Следы останутся. Вспомнила, что у меня есть набор из фикс-прайс новогоднего такой, где есть деревянные снежинки. Решила пару снежинок использовать вот таким вот способом. Просто разделила на фрагменты и приклеила сюда тоже при помощи клея-столяр. Сверху добавила вот такую вот планочку. Это как бы конек. И на боковые стороны, как видите, по краю крыши, я тоже добавила тонкие планки. Это все обрезки из той самой формы, где были все детали. Дальше все это покрыла маслом гаппа в оттенке 0,015. Этим маслом пользуюсь, потому что, во-первых, мне нравится оттенок. А, во-вторых, в составе этого масла есть твердый воск, который будет отлично защищать всю конструкцию. Покрывала обычной губкой для мытья посуды. Ну, точнее, ее частью разобрала ее, что называется, на детали и вот так вот покрыла. Лучше всего покрывать в перчатках, потому что масло потом сложно удаляется. Хотя можно, конечно, при помощи растительного масла, но тем не менее. Ну и следующим этапом я взяла акриловый грунт белый санет. И в технике сухой кисти вот так вот прошлась по всем выступающим частям. Зачем? Мне захотелось как бы чуть-чуть состарить. А то он выглядит как-то весь этот скворечник, как будто только что купленный, весь такой новенький. Ну и, в общем-то, при помощи этой техники мне удастся выделить резные части скворечника. Это будет тоже интересно смотреться. В общем, полностью по периметру всего скворечника прошлась на два раза. То есть сначала техника сухой кисти, потом масло, потом еще раз техника сухой кисти, еще раз масло. И, в общем, на два слоя покрытый скворечник выглядит так. Естественно, здесь он временно, потому что я планирую его подвесить на даче. Но вот если, опять же, вдохновляться идеями Pinterest, то там в качестве декора довольно часто используются вот такие деревянные скворечники. И это чаще всего даже не пасхальный, а именно весенний декор. Сейчас в магазине FixPrice, повторюсь, есть несколько форм вот таких скворечников. И можно их на разном уровне, вот на таких деревянных подсвечниках, опять же, установить. И будет практически как на Pinterest. Сам по себе декор очень необычный получается, красивый. Ну и, учитывая стоимость FixPrice, я думаю, это достаточно доступно. Единственное, что, конечно, деревянные подсвечники можно найти на Wildberries. Я, на всякий случай, ссылкой с вами поделюсь. Надеюсь, идея вам пригодится. Квально на днях в магазине FixPrice появилась вот такая новинка. Гипсовая тарелочка. Я, так понимаю, ее можно использовать для декора. Но на Wildberries видела похожие. И решила, почему бы не расписать эту тарелочку. Буду использовать вот такую краску акриловую, оливкового оттенка. У меня есть баночка, в которой уже был акриловый грунт. Так что я прямо туда сейчас добавлю эту краску. Кисточку возьму вот такую вот. Она очень удобна именно из-за ворса. Он как бы немножко такой скошенный. И дальше я сначала прорисую основу. То есть это та самая веточка по всему контуру тарелки. И тоненько ее прорисовываем. Буквально от руки. Я не делаю никогда никаких набросков. Вот как получилось, так получилось. Ну а дальше просто рисуем лепестки. Можно следовать рисунку первоначальному, который я вам показала. Либо что-то добавлять свое. Но в самом деле, мне кажется, здесь можно и какие-то цветочки разноцветные добавить. Типа гипсофилы. Можно вообще по-другому лепестки разрисовать. То есть как вам нравится. Я взяла за основу конкретный пример. И вот следуя ему, пытаюсь расписать эту тарелочку. Краска высыхает почти моментально. Поэтому возможности размазать как-то рисунок и нет. И вот так выглядит у нас итоговый вариант. Можно эту тарелочку покрыть матовым акриловым лаком. Ну, в общем-то, я не покрывала, так пока оставила. Вот. И, в общем-то, тогда она будет служить еще дольше. Можно будет ее мыть, протирать. Но акриловые краски сами по себе очень прочно закрепляются на поверхности. Поэтому никаких проблем не будет. Такой вот получился декор. Если вы на моем канале давно, то, скорее всего, знаете, что я не люблю декор в розовом цвете. Но буквально недавно в моей личной коллекции абсолютно случайным образом скопились вот такие вот вещи в розовом цвете. Я не могу сказать, что прям все так и оставлю. Естественно, скорее всего, что-то перекрашу, что-то переделаю. Но оттенки очень нежные, приятные. Поэтому не могла не показать вам, как это все выглядит. Эту ветку Магнолии заказала на Алиэкспресс. Она приехала ко мне еще месяца полтора назад. Я все забывала вам как-то ее показать. Заказала ее, что называется, на пробу. Цена была сильно ниже, чем на подобные веточки другие. И, знаете, она неожиданно оказалась классного качества. Но вот, как мне кажется, букет из трех таких веточек будет выглядеть очень красиво. Стоит присмотреться. Качество неплохое. И цена у нее сейчас, если не ошибаюсь, что-то 140 рублей, что ли. В общем, вот такая веточка. Она довольно большая. И здесь очень классно проработаны детали. Смотрите, прям красота. В общем, я думаю, что за свою цену это очень неплохой вариант. Нигде ни на Wildberries, ни на Zon, ни тем более на Яндекс.Маркет я ничего подобного не видела. Эту керамическую баночку, ну или, не знаю, вазочку купила буквально на днях в магазине Фамилия. Цена ее была 599 рублей. И, естественно, если у вас есть баллы на карточке с прошлых покупок, то это будет очень выгодная покупка. В общем-то, у меня так получилось. Хочу сказать, что подобный декор крайне редко почему-то встречается. Если и можно найти тут только в дорогих магазинах типа Кюхенленд или Козе Хоум. Но вот здесь фамилии прям здорово. Очень рада, что нашла. Буду перекрашивать, потому что все-таки розовый цвет это немножко не мое. Но нравится, как это все выглядит. Сюда можно сложить конфетки, например, да. И поставить где-то в сервировке на стол, на праздник. Очень классно смотрится. Либо сюда можно залить свечу, поставить два деревянных фитиля. И будет очень классный вариант такой интерьерной свечи. Либо, опять же, можно насыпную свечу использовать для этих целей. В FixPrice продается готовый состав. Ну и, в общем, если подумать, масса вариантов. Сама по себе форма очень такая интересная. В общем, понравилась. Я довольна. Ну, а эти два керамических яйца из магазина ВКонтакте я вам уже показывала частично распаковку заказа. Я не помню, как я их выбрала, если честно. Возможно, я смотрела на зеленые, но в итоге почему-то выбрала розовые. Сейчас понимаю, что в целом это неплохой вариант для самых разнообразных перекрасок. У меня есть мысли о том, чтобы сделать их с эффектом под камень. Вообще, их можно очень классно перекрасить. В общем, это опять такое, знаете, поле для деятельности. Так что, скорее всего, в следующих роликах обязательно покажу. Еще одна интересная находка в магазине Фамилия. Буквально на днях это вот такое вот кашпо, представляете? Я не сразу поняла, что это кашпо. Потому что в отделе с вазами вот эта красота была. Идеальный цвет, фактура, форма. Это такой стиль рустик или фармхаус, без разницы. Для обоих этих стилей отлично подойдет. В наш интерьер в любой комнате вписывается просто идеально. Если сюда поставить цветы, можно налить воды. Будет вообще красота, будет ваза. Ну, в общем, довольно очень. И самое главное, эта красота стоила 599 рублей. Ну, и за минусом баллов накопленных вышло еще дешевле. Поэтому я, конечно, не могу не порадоваться. Знаю, что некоторые девчонки, кто подписан на меня в Телеграм, тоже ухватили такую себе красоту. Ну, в общем, если вы еще не подписаны на мой Телеграм, заглядывайте, буду рада. Там чуть раньше делюсь своими интересными находками. Честно признаться, в магазине Фамилия я не часто бываю. И если уж захожу, то мне нравится находить там что-то интересное, действительно подходящее именно к нашему интерьеру. Благо, в этом магазине довольно часто бывают интересные новинки. Вот сейчас, например, здесь новый завоз Кашпо. Очень красивых и таких аутентичных форм. Есть прекрасные варианты, которые можно использовать и на кухне, например, в качестве подставки под какие-то деревянные лопаточки. Ну, то есть то, чем мы пользуемся. Очень много самых разнообразных ваз из цветного стекла. Я, признаться, люблю более простые лаконичные формы, поэтому замысловатые всякие варианты предпочитаю обходить стороной. Но как вариант, конечно, можно рассмотреть, если место позволяет, скажем так, в доме, в квартире. Мне нравятся вот такие простые формы. Они легче всего вписываются в абсолютно любой интерьер, не привлекая к себе внимания. Очень много здесь сейчас подсвечников из цветного стекла. Минимальная стоимость 399 рублей. Я думаю, что это очень хорошая цена, учитывая, что на Вайлберис подобные, как правило, конечно, более дорого стоят. Но здесь и выбор, кстати, неплохой. Очень много всяких разных вот таких вот напольных фонарей. Они, кстати, металлические, чтобы вы понимали. И здесь стекло на дверках. Мне очень понравилась вот эта вот красота. Не то кашпо, не то ящик. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось, и самое главное было полезно. Если так, поддержите пальчиком вверх. До встречи в следующем ролике. Всем пока!